здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать надеюсь меня хорошо видно хорошо слышно и у вас хорошее настроение не так ли сейчас юра напишет если все в порядке и меня слышно и видно на вот и я расскажу чем мы сегодня займемся с вами я сегодня пять секретиков вам доказательств таких выдам потому что он все нормально отлично огромное количество вообще большой очень интерес к теме анти-эйдж и большое количество девчонок хочет знать секретики секретики есть и вам даже понравится да доброе утро доброе утро сейчас запущу еще инстаграмчик и мы побежали я сейчас буду представляться здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа я бахтина елена рада вас приветствовать на нашем еженедельном мероприятии по воскресенье мы с вами встречаемся для того чтобы я вам рассказала выболтала какие-то там тайны которые этим тайным обучают только в медицинском университете потом все напрочь забывается вот а потом надо прожить какой-то приобрести свой личный жизненный опыт и понаступать на какое-то количество грабель чтобы восстановить в своем мозге вот эти медицинские какие-то знания а потом перевести это на обычный человеческий язык как это у меня получается и вот я вам рассказывать домой путь если в двух секундах друзья да моя специальность врач-кушер-гинеколог и всегда хотела заниматься именно профилактической медициной потому что очень хорошо но видимо что-то у нас с образованием было прям прекрасно и вот потому что мне казалось что я все лучше и лучше чувствую прям понимаю все нужды клеточки я знаю что если клеточки довольны значит или ткани довольны если ткани довольны значит и орган довольны если орган доволен боже сколько тех органов и очень легко навести порядок в теле но когда начинаешь работать с людьми вот как врач и ты понимаешь похоже мой какой-то клубок патологически иногда такой букет что не знаешь за что хвататься а знаете все почему потому что потому что нельзя отдавать ответственность за свое здоровье только медицине только доктору какой бы он гениальный не был потому что у нас с вами есть наша личная ответственность вот я только что думала боже у меня есть дополнительные я успела все сделать немножко раньше меня было 10 минуток дополнительного времени вот а у меня есть много внутренних чатов и думаю так запишу девочкам информацию про по поводу воды да и вот обычным языком нужно проговорить информацию по поводу воды для того чтобы человек который никогда не учил анатомию никогда не учил физиологию пато физиологию просто делал верные вещи которые увеличивают длину его жизни понимаете вот вот это вот моя специальность я не знаю сейчас называться называется нутрициология пусть вот как хотите меня называйте но в целом те люди которые начинают как-то со мной коммуницировать и дружить они начинают представляете если полненькие то стройнеть если с животиной то живот уходит если пигментные пятна прям стираются какие-то липумы рассасываться боже такое волшебство происходит просто невероятно поэтому оставайтесь со мной подписывайтесь на инстаграм-канальчик на youtube канал активируйте колокольчики где их можете активировать возьмите с собой водичку у меня сегодня много вот потому что я записывала видео по воде у меня сегодня вода с хлорофиллом вашему вниманию хлорофилл быстренько говорю он окружает токсин который кислый и выводит через почки происходит раскисление внутренних свет у меня сегодня еще ощелачивающая водичка солстик реваев это для потеющих людей потеющих спортивном зале или потеющих там допустим при физической нагрузке вот я тоже ее буду пить я сделала ее тепленькой и у меня моя витамин b содержащая водичка это солстик energy вот но все и сейчас за эфир не выпью но вот это вот все у меня у вас это может быть просто обычная вода можете добавить туда лимончика но обязательно возьмите воду потому что сегодня мы с вами будем говорить о здоровье как же о нем об этом здоровье говорить если в течение этого часика не попивать водичку напоминаю как мы это делаем мы делаем 3 глоточка это примерно 70 миллилитров воды раз в 15 минут скажите пожалуйста вот кто меня слушает кто будет дежурным у нас по воде чтобы раз в пять минут до 15 минут напоминать девочки пьем воду кто хочет быть дежурным плюсики поставьте и возьмите на себя эту добровольную функцию спасибо большое вам только польза от этого что я сейчас сделала друзья я выболтала вам очень в легкой форме один секрет первый секрет который заложила в книгу который называется старости нет расскажу немножко а по поводу книги было мне тогда 38 лет юра мой муж о спасибо большое красотка красотка да красотка это девочка у которой тургорные кожа при прекрасное вот то что видно да вот прям она прям светится она прям такая вот влагой наполненностью да красотка будет нам напоминать про воду и так это было когда мне было 38 лет мне юра принес кофеек в постель он так делает а вот до сих пор и я но мне надо было быстренько сбегать в туалет прямо быстренько сбегать в туалет и я быстренько побежала но когда я пробегала мимо зеркало не то чтобы у нас там большое какое-то зеркало было зеркало но зеркало я вдруг увидела в нем какую-то не незнакомую мне тетку вот вообще реально не знакомую я аж прям думаю боже что это за тетки у нас в доме вернулась к зеркалу и обсмотрела себя и я понимала да и поняла да это же я в общем а я не знаю когда вы заметили что с телом происходит что-то не то напишите пожалуйста свой возраст когда вы это заметили но я заметила в 38 и я заметила уже девочки поздно когда у меня были не первые не вторые а наверное двадцатые симптомы надвигающейся старости до этого я старости не думал вообще никак до этого у меня были бизнес дети трое личная жизнь и так далее ну вот что угодно но только вот в 40 в 37 да да должна сказать что у нас как бы когда когда вот мы рождаемся нам гарантийку дают на наше примерно 40 лет потому что ну в принципе до 40 нужно порешать все вопросы с деторождением не так ли да и пока ты решаешь вопросы с деторождением ты как-то интересен окружающей среде природе божественному не знаю вселенной как хотите потому что ну важно продлевать рот да а потом когда вселенная божественная мы не знаю как хотите решает что в целом но ты уже выполнила свою функцию то как бы отворачивается от тебя и сама 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 давай живи как можешь вот примерно так о людмила в 55 только заметила какие-то признаки что и все не так как в 25 но вы молодец да вот вот а а дальше девочки реально сама сама вот дальше представьте себе что вас больше никто не курирует а все зависит от вашей интеллигентности от вашей осознанности от вашего количества знаний и от того с каким остервенением вы придерживаетесь этому знанию я вам сегодня всего пункт 5 пунктиков расскажу прям сейчас сразу же выдам когда расскажу как это у меня все получилось но в общем когда я про и про провела осмотр себя в зеркале уже потом не в это утро потом в следующее утро я заметила у меня съехала осанка у меня исчезла шея у меня ввалилась зона декольте у меня обвисли груди у меня вывалился живот у меня морщины у меня брыли и дряблая кожа у меня волосы залипли каким-то образом они как-то так залипли будто бы я их вот так вот приложила и прям при придавила 600 лет назад в общем не было объема не было блеска вот и так далее про сидя ну не говорю друзья ну как бы это не показатель стареющего организма на самом деле потому что есть люди где где в дети 25 лет которые имеют какое-то количество седины но это тоже просто раньше не было теперь появилась вот так же я заметила что мне четыре килограмма лишнего веса никогда не было зараза целлюлита тут он появился и так далее а и главное нет блеска в глазах но это не все что я заметила так я кратенько вы знаете я могла бы с этим смириться но честно говоря не такой человек который может смириться только потому что я понимаю что в 38 лет это не может быть старость вообще никак это лена ты лопоухая это лена ты закончила медицинский институт на все пятерки это лучше тебя никто не знает анатомии физиологии патофизиологии и ты все профукала ты не замене не занималась профилактикой а теперь ты отгребаешь вот это вот то что ты сейчас видишь в зеркале сказала я себе и стала искать что же такое на меня бы сработало друзья вот искала и и продолжаю искать и не останавливаясь потому что это такой процесс и знаете что анти-эйдж направление сейчас самое востребованное на втором месте по востребованности снижение массы тела анти-эйдж самая востребована расскажу почему то что мы с вами самая многочисленная генерация сейчас на данный момент которые живут живет мы дети того времени когда очень много рожали мы baby boomer и и нас сейчас подавляющее большинство замечали что раньше кто показывал моды молодые девочки да а теперь моды даже даже фэйшн показы показы мод а иногда приглашают шестидесятилетних пятидесятилетних потому что мы основные потребители для нас делается косметика для нас а производится биологически активные комплексы боже какие сейчас волшебные биологически активные комплексы просто они сродни эликсиром молодости и это все делается для нас для людей которым сейчас 45 тире 65 может быть и дальше вот до современный человек вот который сейчас рождается скорее всего он будет жить дольше и мы с вами будем жить очень долго главное а в каком качестве и я постоянно думаю на на эти моменты в общем когда я занялась собой сейчас расскажу какие пять основных моментов я прям вела свою жизнь и не отстаю от этого я не ложусь спать буквально пока я все это дело не выполню я получила крутой результат по телу можно так сказать буквально за 2 за 2 за 2 недели я вернулась в объемы и вес 25-летие я стала обращать внимание на осанку я вернула себе в свою либе и лебединую шею свою красивую осанку потому что я постоянно на этой на эти темы думаю постоянно и занимаюсь занимаюсь с группами занимаюсь самостоятельно а вот и я четко понимаю что старости нет это просто упущенные возможности и друзья очень важно так как я нутрициолог я вам сейчас скажу такую вещь очень важно создавать структуру вот у меня есть книга старости нет меня система старости нет иногда туда заходят такие торопыги знаете девочки залетели в чат поддержки дайте мне срочно и все вот ну я вижу что у человека там проблема с осанкой и говорю проблему с осанкой мы будем решать позже когда мы сделаем основные вещи как это позже мне нужно прямо сейчас я сказала вот примерно ну это не так звучит например на так вот а вы не можете решить проблему например с осанкой если вы структуру не измените то есть смотрите функция портится по пьем воду друзья пьем воду спасибо большое красотка три глоточка ставим на место функция портится тогда когда портится структура если вы не поддерживаете структуру своих костей если вы теряете мышечную массу если вы не даете воду теряете тургор кожи тургор внутренней клеточки каждой то соответственно что это такое вот это будет выглядеть как старение но если вы все это делаете будете ли вы стареть будете но есть даже такой термин успешное старение что такое успешное старение это когда на вас смотрят дети или даже внуки и думают боже какая она красотка в свои 65 какая какая у нее жизнь в ее 65 я хочу прям быть 65 как она потому что это свобода это здоровье это делай что хочешь и это так классно вот как это у нее хотите чтобы на вас вот так смотрели дети и внуки я хочу я хочу чтобы на вас и на меня так смотрели поэтому выдаю секретики значит смотрите когда я все это дело осознала поняла я в первую очередь навела порядок в собственном теле честно сказать я наверное сейчас своей лучшей физической форме друзья 5 километров 10 я не бегала никогда сейчас бегаю 10 не бегаю но 57 бегаю причем каждый день сегодня не бегаю потому что сегодня с вами занимаюсь вот я имею оптимальное веса ростовой ростовое соотношение и наконец-то у меня есть мышцы у меня никогда не было мышц и вот теперь когда я догадалась что старости нет это всего лишь потеря мышечной массы они это эти мышцы у меня появились ну как вниз не появились вот так вот просто над ними нужно работать так вот когда я это все поняла я стала брать групп и я стала работать в живых группах я прям людям разъясняла разъясняю и буду разъяснять что нужно делать для того чтобы оставаться красивым человеком просто оставаться красивым человеком это так важно Потом, когда интернет появился, вот теперь я имею возможность работать с вами, с теми людьми, до которых я никогда не дотянусь. Вы не можете быть в моём узком круге, потому что мы живём в разных городах, в разных странах и на разных континентах. Но мы с вами можем делать одно большое дело, что молодеть. Создавать в своей семье эталон, на который будут смотреть и говорить, «Когда мне будет 65, я буду выглядеть как...» И дальше по тексту, как моя мама или как моя бабушка, и всё у меня будет прекрасно, и ваша семья не будет бояться идти по этой лестнице жизни. Итак, друзья, потом я поняла, что мне нужно написать то, что я знаю. Вы, наверное, замечаете, что у меня прям наговоренные какие-то фразы, целые предложения, потому что у меня огромный опыт общения с живыми аудиториями. Иногда это аудитория, как вчера, там 8-12 человек, иногда это 300 человек, иногда это 500 человек и так далее. У меня очень большой опыт. А ну-ка, как сказать так, чтобы люди сделали? Вот это вот всегда моя основная задача. То есть моя задача сказать с донесением в мозг, чтобы вы не смогли проигнорировать, чтобы вы сделали. И я решила записать всё это, ну не на бумаге, в моей книге никогда не было на бумаге, она сразу была в Word. Вот, и я всё это написала. Значит, в книгу помещено 5 основных антиэйдж моментов. Первое. Старости нет — это потеря белковой компоненты вашего тела. Мы теряем мышцы. Мышца перестаёт держать осанку, и становится шаркающая походка. Плохая осанка, провалившаяся шея и так далее. Старости нет — это недопереваривание пищи. То есть человек ест и этой пищей себя отравляет, самоотравление, потому что снижается количество ферментов. Но, к счастью, с этим можно работать. Старости нет — это недопитая вода. Но, к счастью, 30 мл на каждый килограмм веса — это несложно, и это можно делать. Старости нет — это закисление внутренних средств, чем угодно. В результате стрессов, в результате того, что вы двигаетесь, физическая нагрузка, в результате того, что вы кушаете, нас еда закисляет, в результате того, что в нас живут условно-патогенные микроорганизмы, которые писают и какают в наши внутренние среды и так далее. Это же всё понятно, да? И в конечном итоге старости нет. Это передозировка углеводов в вашем питании, а передозировка углеводов даёт жир на боках и висцеральный жир. Висцеральный жир — это серийный убийца 21-го столетия, который приводит к тому, что сначала просто разъехалась талия, потом просто повысился уровень артериального давления, потом доктор сказал, у вас что-то инсулин высоковатый, инсулинно-резистентный, смотрите, вы на пороге сахарного диабета, а потом человек просто уходит с сахарный диабет. И как только он туда заступил, инсульт ждёт, когда же ему можно прийти, инфаркт ждёт, когда ему можно прийти, и всё. Был человек и нет человека, а мог бы жить на 15 лет дольше. Понимаете, в чём дело? Вот, вот эти 5 основных моментов я все их поместила в книгу, которая называется «Старости нет». Книгу написала и положила на C-диск, потому что, друзья, ну написать и только друзьям раздавала. Говорю, почитай, почитай, почитай. И те, кто читали, у них были волшебные результаты, но я всегда была занятой, а чтобы вот продвигать книгу, ну это на самом деле, прям этим надо заниматься. Всё бросить и заниматься продвижением книги. Слава Богу, нашлась целая команда. Сначала это были люди, которые просто прониклись идеей. Лена, вот эту книгу должны прочитать хотя бы 100 тысяч людей, сказала и Ирина Саншаса. И мы с ней, засучив рукава, начали делать контент для продвижения книги. 14 февраля этого года книге 5 лет. Книге 5 лет. Вот, и она уже изменила судьбы здоровья, судьбы большого количества людей. В основном это женщины, потому что женщины, читая книгу, сбрасывают до, ну самый классный результат, до 18 килограмм. Я делаю так, что вы читаете книгу 100 дней. Вы, конечно, её можете быстрее прочитать, но я ещё придумала письма сопровождения, которые к вам заходят 100 дней. 100 дней я держу фокус на вашем питании, фокус на вашей воде, фокус на ощелачивание, фокус на движение, фокус на переваривание пищи и так далее, фокус на осанке и так далее. Это я вам пятёрочку проговорила, на самом деле в книге значительно больше антиэйдж технологий. Вот, вот эти вот фокусы я вам проговариваю. И пока женщина читает книгу, она перестраивает питание, перестраивает немножечко стиль жизни, не перепахивает, чуть-чуть перестраивает стиль жизни, и она преображается. Когда это видит муж, он не может оставаться в стороне. Друзья, в семьях есть подтяжка. Если жена приняла решение быть молодой, то у мужа нет выбора. Нет, у него есть выбор остаться стареть или начинать подтягиваться за женой. По-разному происходит на самом деле, но лучше бы он принял решение подтягиваться за женой, иначе будет новый муж. Вот, вот такая вот история. Дети всё это видят. Сначала все сопротивляются немножечко, но я вас учу делать так, чтобы не сильно сопротивлялись, потому что другой стиль питания, это низкоуглеводный стиль питания. Это очень вкусно, это очень полезно, и это то, что должен есть человек на самом деле. Перестраиваются пищевые сосочки, и главное, что вы перестраиваете технологию приготовления на своей кухне. Вы начинаете готовить немножечко из других продуктов, немножечко другие блюда. Все сыты, все довольны, никаких голодовок, и все имеют свой результат. Друзья, я очень рада, что сейчас пятилетие книги. Я, да, ссылочка на книжечку под этим видео и в шапке профиля. Кто уже читал, что мы придумали? Кто уже читал и понимает, о, я тоже хочу, чтобы у меня окружение моё использовало эту книгу. А кто-то думает, вот если бы я могла продавать эту книгу, было бы вообще здорово. Так вот, для тех людей, кто думает, и вот если бы я могла продавать эту книгу, было бы вообще здорово, под этим видео есть ссылочка на телеграм-канал. Вы туда, пожалуйста, добавьтесь, это бесплатно. Вот, да, добавьтесь. И мои волшебные, просто у меня сейчас волшебная команда продвижения, вот эта моя волшебная команда продвижения сделает вам предложение, как зарабатывать на книге, старости нет, при этом немножечко подучиваться, немножечко серьёзно учиться, возможно, если вы захотите отвечать на вопросы, когда у вас будут те люди, которые у вас уже купили эту книгу. А вот, я думаю, что от этого предложения вам будет очень сложно отказаться. А сейчас, друзья, я хочу для тех людей, кто не читал книгу и думает, да что же там такое, ну что же там такое. Я хочу сделать такое открытое чтение книги, буквально начну, знаете, с какой, с последней главы, которая посвящена углеводам. Ну, знаете, моя фишка углеводы. Я думаю, что человек не должен слишком много менять в своей еде. Достаточно начать понимать, где содержатся углеводы, как они влияют на наше тело. И если их влияние на ваше тело вам не нравится, то есть у вас есть лишние килограммы, или где-то там целлюлит, или пузик вырос, то, соответственно, достаточно только, вот представьте себе, будто бы вы сделали тумблер по углеводам. Немножечко тумблер подкрутить, сделать меньше приход углеводов в ваше питание, чуть-чуть изменить их качество, и вы получаете уникальный результат. Окей? Ну, давайте, я сейчас буду зачитывать вам фрагмент буквально из книги «Старости нет», чтобы вы понимали, что там внутри. Наверное, вы слышали, что сахар называют белой смертью. При этом многие не подозревают, что среднестатистический дневной рацион человека содержит более 20 столовых ложек сахара. Мы с вами это считали неоднократно. Так, но что же в нём такого смертоносного? Раньше я, когда слышала знаменитый фразеологизм, не понимала его значения, не понимала, считая эту фигуру речи лишь броской метафорой. Однако, понимать её стоит буквально. Я искала ответы на вопросы, чем вредит глюкоза, как она воздействует на организм, действительно ли её пагубное влияние настолько фатально. Теперь, когда я во всём разобралась, мне ничего не стоит поделиться с вами моими открытиями. Читая первые главы книги, вы регулярно встречали подобные высказывания. Типа старости нет, это снижение ферментативной активности. Это я уже от себя добавляю. К счастью, с этим можно работать. Второе. Старости нет, это потеря белковых компонентов тела. Это кости, мышцы, коллаген. Боже, самое красивое, что у нас есть в теле. Следующее. Старости нет, это потеря внутриклеточной жидкости. Только что я вам об этом сказала. И теперь я вам говорю. Старости нет, это повреждение наших тел избытком углеводов в питании. Итак, давайте поговорим о сахарах. Друзья, что я сейчас делаю? Я сейчас зачитываю фрагмент из своей книги, которая называется «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы». Книжечка, ссылка на нее под видео и в шапке профиля. Итак, о сахарах. Вы уже знаете, что бывают моносахара, простые сахара, фруктоза, галактоза, глюкоза, которые по-разному проникают в кровь. Когда вы кушаете дисахариды, дисахариды, например, столовый сахар, они расщепляются нашими ферментами до глюкозы 50% и фруктозы 50%. При этом глюкоза проникает в кровь с эффективностью 100%. А фруктоза не очень хорошо проникает в кровоток. Ее эффективность всего лишь 22%. Теперь давайте поговорим о крахмалах. Это своеобразные полимеры глюкозы. Наши ферменты пищеварительные с легкостью отщепляют от молекулы крахмала глюкозинку за глюкозинкой. Таким образом, всего лишь из одной молекулы крахмала тысяча, тысяча, друзья, молекулы глюкозы поступят в кровоток уже через 40 минут. А теперь сравните космические масштабы. Кушаем мы не одну молекулу крахмала, а 400-500 грамм пиццы. Помним, пицца, мука, крахмал. Одна молекула крахмала – это тысяча молекул глюкозы. Боже! За последние 200 лет произошли очень серьезные изменения в структуре питания человечества. До индустриализации количество добавленного я сейчас о добавленном сахаре говорю. Добавленного сахара, употребляемого в течение дня, составляло всего одну-две чайные ложечки. Я отвлекусь от своей книги, скажу, что мне рассказывала моя бабушка. Когда она была ребенком, то если она себя хорошо вела, то ей дедушка ее брал за ручку, вел в кладовку. Там у него был молоточек и такой большой слиток, кусок коричневого сахара. Он ей немножечко откалывал этого сахара и давал, как леденец. Вот так вот было. А так в повседневной жизни очень редко использовался сахар. Но сейчас зайдите в любой супермаркет и везде добавленный сахар. Затем в 1870 году 11 чайных ложек сахара было уже скрыто в готовых продуктах. 1902 год, 22 чайные ложки сахара. Сейчас до 46 чайных ложек сахара уже скрыто в готовых продуктах. И эти готовые продукты не всегда прям сладкие на вкус. Это не выдумка. Это были проведены крупномасштабные исследования. Меню американцев, американское меню, и его влияние на уровень сахара в крови испытуемых. Исследование опубликовал Хас Дайл, проанализировав 6000 респондентов для репрезентативной выборки. И это только сахар, скрытый в готовом мороженом, хлебе, булке. Кстати, раньше хлеба выпекались без сахара, а теперь в хлеба добавляют просто обычный сахар. Не говоря уже о качестве муки в современной выпечке. И это не только проблема нашего времени. Подобное случалось каждый раз, когда человечество умудрялось отдыхать от войн. Боже, я эту книгу писала еще до войны. И я, честно говоря, никогда в жизни бы не подумала, что мы опять окажемся в этой ситуации. Ну вот, да. Решила не менять. И наслаждалась достатком в питании. Вспомните пышнотелых женщин на картинах Рубенса. Или как выглядели люди в первых фильмах времен Чарли Чаплина. Ну да, ну как бы, не то что обстроенными их не назовешь, их красивыми не назовешь. Друзья, я достаточно подробно изложила тему углеводов раньше в книге. И вот теперь вы знаете, что они, что они делают. При передозировке откладываются на боках в виде жира, не так ли? Запускают углеводные качели, которые выглядят как ломка, как безудержное желание есть сладкое или крахмалистое, у кого такое есть. Они разрушают суставы, так как наш скелет не подписывался таскать на 10-50 килограмм больше положенного. Что еще делают углеводы? Друзья, отмечайте это у себя, сколько пунктиков у вас. Дарят грацию бегемотика во время танцев и прочих телесных увлечений и развлечений. Вгоняют вас в чувство вины. Ну зачем я сожрала эту пиццу? Отбивают охоту заниматься спортом, так как с лишним весом это тяжело. Позволяют холестерину откладываться на стенках кровеносных сосудов, у кого плохая липидограмма, срочно читать книгу и так далее. Но я точно знаю, друзья, это я концовку книги читаю, последнюю главу, то есть впереди мы как бы проработали большое количество информации, поэтому я пишу. Но я точно знаю, что вы уже поменялись. Поэтому теперь вы съедаете на полтонны меньше углеводов. Разобрались с гликемическим индексом продуктов, вы стали тоньше в талии на 3 см и более, вы побороли углеводные качели, вы равнодушны к промышленной выпечке, белоснежному хлебу и рисовым суши. Вы не покупаете конфеты, не кушаете круассаны и пиццы, не так ли? Вот все, кто этим еще занимается, значит вам надо книгу прочитать. Вы даже соблюдаете гликемическую нагрузку и вам уже говорят комплименты. Однако, я чувствую, что необходимо дать дополнительный оберег от ожирения и саморазрушения, ведь процесс совершенствования и познания нельзя остановить. Стоит лишь немного оглянуться и удержать равновесие, отпадение назад будет уже невозможно. Сейчас я расскажу вам, почему действительно надо держать пищевые углеводы в узде. Дело не в ваших формах, весе и даже не в целлюлите, друзья. Проблема скрывается глубже. Наш мудрый организм посылает лишний вес всего лишь как самую очевидную подсказку. И звучит это так. Эй, хозяин, глянь в зеркало. Ты не то ешь. Посмотри на щеки, пузик, складки на боках. И он так делает лет 20-30, а потом просто ломается. И знаете почему? Потому что глюкоза, друзья, тут большой шрифт в моей книге. ТОКСИЧНО, ТОКСИЧНО, вот. Это я зачитываю фрагмент книги. Книга написана вот таким языком. Кстати, когда я написала эту книгу, и я её отдала в издательство. Большое такое серьёзное издательство. Вот, они стали читать книгу. О, она на медицинскую тему, значит, надо медицинскому корректору дать. Медицинский корректор прочитал, говорит, что за фигня, старость. Нет, конечно, есть старость. Мы такое не напечатаем. Ой, знаете, сколько я секунд переживала? Сколько секунд я переживала, когда я увидела этот e-mail у меня на почте? Буквально две секунды, потому что в тот момент как раз шла... Мы открыли продажу книги самостоятельно, без всякого редакторства. Вот, и у меня просто вот... Я не могла читать его текст, потому что постоянно всплывающее окно. Сделан заказ, оплачен заказ. Сделан заказ, оплачен заказ. Вот, и тогда я получала огромное количество результатов, потому что люди, ну, я не знаю, они с огромным желанием читали эту книгу прям вот все эти сто дней, и вы давали мне результаты. И до сих пор это происходит. Книжечка продаётся абсолютно каждый день, и она каждый день работает и меняет тела и здоровье других людей. Так вот, глюкоза токсична. Повреждающий механизм глюкозы в науке называется, вы это уже знаете, медленное, необратимое, неферментативное гликирование чего? Белков. Да. Скорость этого процесса прямо пропорциональна количеству глюкозы в вашей крови. Перевожу с понятного на понятный. Пошла Маша в пельменную, или пиццерию, или кондитерскую, и наелась не сладких пельменей, пицц, пончиков. Её доблестные пищеварительные ферменты разобрали крахмалы теста до сотен тысяч отдельных глюкоз, которые одновременно рванули в её кровь, пробравшись туда через ворсинки кишечной стенки. Процесс шёл очень быстро, так как гликемический индекс пельменей 60, пиццы 70, а пончиков 88. При таком раскладе инсулин не успел выделиться сразу. Ему понадобилось время, чтобы получить приказ о синтезе, синтезироваться и выделиться из клеток, затем попасть в кровоток и в конечном итоге доплыть к глюкозе. А всё это время глюкоза оставалась в крови одна. Без сопровождения курьера инсулина. И в этом состоянии она ведёт себя как хулиган. Как гангстер. Кого видит, того и бьёт без разбора. Иногда убивает насмерть, иногда просто оставляет инвалидом. Кого же она встречает на кривой дорожке кровеносной системы? Видит она белковых молекул, которые спешат в кровеносном русле по своим важным белковым делам. Они же составляют сосудистую стенку и участвуют в построении эритроцитов. После встречи с одними глюкозы, с одинокими глюкозами, эти белки буквально обращаются в мусор. Они уже не могут выполнять свою функцию. Они никогда не восстановятся. И у организма остаются минимальные шансы вывести этот белковый мусор. Как вам новость? Как вам новость? Причём для этой реакции не нужны ферменты. Нужен сахар и любая белковая молекула. Вот так происходит вопиющее избиение живого белка. Как вам новость? Скажите плюсики, кто уже знает, что повреждающий фактор глюкозы – это гликирование. Причём всех белков человеческого тела. Кто не знал, поставьте минус. Поставьте минус. Я буду знать, сколько новеньких. Я, честно говоря, удивляюсь, как я могла закончить медицинский университет на все пятёрочки и не знать, забыть, упустить, не запомнить механизм этого повреждающего действия глюкозы. Вы тоже не знали? Плюсики, минусики вижу. Вам простительно, друзья. Мне не простительно. Через несколько секунд после гликации, будем называть её засахаривание, белка, к нему подплывает белок иммунной системы. Иммунная система. Ты кто? Ты чей? Я белок иммунной системы. Меня сделали для борьбы с этой мегаловирусной инфекцией. А чё ты такой уродливый? Так на меня напала глюкоза и гликировала. Не-е-е, мы такого урода сделать не могли. Вызывай подмогу, ты точно не наш. Полицейский иммунитета запрашивает синтез нового антитела против инородного белка, который на самом деле вовсе не инородный. Он просто гликирован, засахарен до неузнаваемости. Уловили момент? Иммунная система вынуждена производить новые антитела против собственных гликированных белков. Каждый приём пищи таким образом бросает новый вызов иммунной системе, которая должна защищать нас от вирусов, бактерий, злокачественных клеток. Да, а мы бездарно отвлекаем собственную иммунную систему от важных дел. Последний пунктик дочитаю, да, чтобы вы понимали, как написана книга, насколько ценно... Кстати, книга переведена на украинский. Друзья, она заговорила на украинском языке. И перевод... Ну, я отдельно, наверное, сделаю прям видео на эту тему. Перевод сделал... Сделала кандидат медицинских наук. И мы с этой девушкой, Мариночкой, учились в медицинском университете вместе. Марина Рубаниста. Это с певучей украинской мовой. Это очень красиво. И книга уже вот-вот-вот будет готова. И вы сможете выбрать читать на русском, читать на украинском. Также книга переведена на английский язык. Есть англоговорящая теперь версия. И перевод сделал Макс Хартон. Это автор большого количества бестселлеров. Правда, он пишет на фантастические темы. И тема по здоровью для него была новая и неожиданная. Но он в своей живой американской речи перевёл эту книгу. Так что книга говорит на трёх языках. Да. Ай, ну я на немецком не знаю прям, друзья. У меня, конечно, есть дочь, которая в совершенстве говорит на немецком, а вторая в совершенстве на французском. Но я думаю, что на английском языке книгу спокойно может читать любой образованный человек. Так что этого будет достаточно. Окей? Давайте дочитаю. Это я к тому, что иммунологи разводят руками. У нас нет механизмов борьбы с аллергиями и аутоиммунными заболеваниями. А нет потому, что население повально питается неправильно. И о грехе в питании смешно, наивно и тупиково решать антигистаминными препаратами. Да и не решаются эти проблемы антигистаминами. Подключается тяжёлая артиллерия, вплоть до гормонов, которые, конечно, помогают. Но кроме того, что помогают, они и приближают выход на инвалидность. Я, например, не хочу, чтобы кто-то уродовал мои белки и нарушал их функции. Если этот белок был гемоглобином, то этот гемоглобин уже не таскает кислород. Если этот белок был в стенке кровеносного сосуда, то на его месте будет трещина, которую нужно будет замазать, сами знаете чем. Но знаете чем? Холестерином. Если этот белок был белок почечного капилляра, нефрон, то капилляр вовсе перестаёт существовать, так как на его месте гликация развивается воспаление. Если это коллаген, обеспечена проблема с эстетикой. И она не замажется кремами. Потому что нельзя есть крахмалистое и сладкое бесконтрольно. Зная ваш объём талии, я могу сказать, можно ли вам есть сладкое или крахмалистое после обеда, или всё-таки нет. Вы тоже это знаете. Давайте разберём повреждающие действия этих углеводов. Конец цитаты, друзья. Закрою пока эту электронную книжечку. Вот. Вот это... Я вам зачитала фрагмент из книжечки. Я очень рада, что вы знаете, что такое гликация. Друзья, книге 5 лет, а питанием плотненькое занимаюсь 10 лет. А в целом, ну, сейчас это называется нутрициология, я уже занимаюсь 20 лет. Так вот, я должна сказать, что вы уже очень обученная аудитория. То есть, наконец-то, эти знания о здоровье человека, о том, как питание влияет на нас, как на нас спорт влияет, они становятся достоянием человека. И я, скорее всего, выступаю за простоту в медицине. Медицина должна быть для людей на обычном человеческом, блин, языке, без всяких сложных терминов, для того, чтобы каждый мог понять и каждый мог применить. Я очень рада, что таким образом служу вам. Поэтому, если вы понимаете, что у вас есть где-то лишний вес, где-то вы неверно питаетесь, где-то вы показываете неправильный пример своей семье, то у вас есть возможность прочитать книжечку и поделиться своим новым стилем жизни. Его не надо перепахивать, его надо чуть-чуть подкорректировать с своим окружением. Вот. Хотите ли, чтобы я показала вам результатики? Как вы думаете? Хотите ли, чтобы я вам показала результатики? Ну, вот это вот Екатерина. Она работала 9 месяцев. Между первой и второй фотографией 9 месяцев. Минус 18 килограмм. Кстати, эта девушка пробовала всё. Начиная с голода, заканчивая низкоуглеводным питанием, которое описано в книге. Что она пишет? Вот мои фотографии до и после. Надеюсь, не уверена, что это промежуточный итог. И в следующий раз изменения будут ещё более разительные. Пока я похорошила на 18 килограмм, это пока в планах ещё плюс 13 килограмм убрать. Я начала свой поход за здоровьем и стройностью 9 месяцев назад. Правда, начала с голодания. Потеряла порядка 12-13, но при выходе из голодания придерживалась низкоуглеводного питания и не набрала вес обратно. Это очень важно. Потому что проблема, друзья, проблема, которую вы получили через неправильное питание, не решается голодовкой. Не решается голодовкой. Вот. Она решается правильным питанием. Как раз в это время познакомилась со мной она и с моей программой. Прочла книгу. Уверена, что килограмми мы не вернулись, приведя с собой парочку, троечку, пятёрочку новеньких, что это наша с вами общая победа. Вот. Это Татьяна. Ей 54 года. Она выглядит просто невероятно. Но я думаю, что вы это видите. Это к вопросу Лена. Если бы мне было 25 лет, я бы, конечно, привела бы себя в порядок и всё такое. Но мне же уже не 25, мне же уже 52, 54. Вот за три месяца работы, минус 9 килограмм и более структурное тело. Друзья, мы с вами топим за что? Худеть от слова худо. А мы с вами стройнеем. Стройнеть – это построить кости, построить мышцы, построить коллаген, построить остов всех внутренних органов, дать возможность клеткам жить в благоприятных условиях, будто бы они живут в условиях 25-летия. Потому что у клеток нет возраста. Ну, нет возраста, да? Они не знают, сколько вам лет. Татьяна пишет, что самое главное в жизни каждого человека взять на себя ответственность, в первую очередь, за своё здоровье, не перекладывать это ни на кого. А вы конкретно системно даёте материал и как сделать это наиболее полноценно и с удовольствием. Огромное спасибо. Результат – минус 9 килограмм веса, 6 сантиметров талии. Сейчас вешу 64, талия 69. Спасибо огромное. По всем объёмам 4 сантиметра и минус размер одежды. Прекрасно, прекрасно. Это Ларисочка. 9 килограмм, 9 сантиметров талии за 3 месяца работы. Вот. Видите картинку? Кто не видит картинку, извините, я просто не могу в Инстаграме показывать картинки, в Ютубе могу. Конечно, когда вы читаете книгу, друзья, я вас прошу делать замеры. я вижу, что вы игнорируете. Я вас прошу, кто сегодня будет добавляться, не игнорируйте. Я прямо вас учу делать замеры, как это делать, и либо самостоятельно ввести табличку, вот такую вот рукописную, либо в Excel забивать всё это дело. И вы видите, видите, просто сами видите. Было 62,5, 62, 61,5, 61, 61, 61, вот. То есть потихонечку вы видите, как развивается результат. И это очень здорово, прям, это вдохновляет. Причём берите как можно больше показателей. Не только талия, а талия, грудь, бёдра, живот, самая выступающая зона, плечи, бёдра, бёдра, там, где ножки, и так далее. Это те люди, для которых важно прийти в оптимальный вес ростовой соотношения, потому что молодые люди, они красивые молодые люди, это люди, которые имеют оптимальный вес ростовой соотношения. Вот. Правда, сейчас много молодых людей некрасивых, но это уже, что называется, их проблема питания. Просто эти люди, к ним раньше придут болячки цивилизации. А мы с вами же умные, мы знаем, на что обращать внимание. Это Марина. На мой взгляд, все красотки. И была красоткой в 70 килограмм, и осталась красоткой в 61 килограмм. При том, что работала 3 месяца. Ну, вы видите, она прям как статуэтка стала. Да, конечно, все практически запускаются в физическую активность, и самое для меня важное, что люди начинают любить физическую активность. Это круто. Сейчас я чувствую, как в молодости, как в 25 лет, легко по лестнице подниматься, могу ходить быстро, без проблем, и в общем, мир вокруг меняется. Все по-другому. Мое восприятие себя самой по-другому. Я смотрю в зеркало и радуюсь. Вот такой эмоциональный такой отзыв, ну, потому что не все опишешь словами. Это Аленушка, я ее помню. 5 месяцев она работала, и минус 14 килограмм, и в сантиметрах, тоже 14 сантиметров стали убрала за 5 месяцев. Смотрите, у нее был 56 размер одежды, а стал 50 размер одежды. А вот это Светлана Петр, 5 сантиметров стали сдула, она была в оптимальном весе, 65, сделала 62,5, ну, и поуменьшалась во всех объемах. Ну, тоже, видите, какое ощущение от фотографии. Я очень люблю, когда фотографии в одной и той же одежде делаются, ну, здесь почти в одной и той же. Давайте выпьем воды там. Тамарочка, видите, я вам разных девочек показываю, разного возраста. Тамаре 60, и она, и она что сделала? 5 килограмм убрала за 3 месяца, и вот в животе 5 сантиметров убрала. Талия, на талии еще нужно работать. Да, иногда результат получается быстро, иногда медленнее, но зато вкусно, зато прекрасно, с новыми эмоциями, с новым мировосприятием. Майя горжусь. Вот смотрите, на первой фотографии женщина, а на второй фотографии девочка-стрекоза. Я обожаю такие результаты. Минус 9 килограмм за 3,5 месяца. Что она пишет? Здравствуйте, Леночки, наконец-то высылаю вам свои результаты. Потеряла 9 килограмм за 3,5 месяца, вес до 70, был до 70, а теперь 61. Талия 77, теперь 71. Бедра и так далее, возраст 50 лет. Спасибо вам за замечательный курс. Я научилась правильно питаться, понимать, любить свое тело, остановила путь к старению. Сейчас с такими знаниями только вперед к молодости. Старостей и правда нет. В следующем году буду ждать курс по лицу. Помните, что этот курс по лицу у вас уже, кто приобрел приложение 40+, он у вас уже в приложении 40+. Ну и вот эта вот Эмма, 50-летняя девочка, которая у меня прошла все, что только я предлагала и можно было пройти. Она худенькая, стройная, но все равно минус 4 килограмма, а стали убрала 8 сантиметров. Но она гордится перестройкой кожи. Вы видите на фотографии, но кто не видит вот эти вот бисючки на шее. С ними тоже можно и нужно работать. И вот эти вот наши снимочки, когда мы тянемся к кому-нибудь губами, да, вот, иногда выглядит, конечно, не очень, вот, но у Эммы теперь такие снимки получаются прекрасные. Эмма, ну давайте почитаем. Толстушка не была, но теперь точеная фигурка, песочные часы, 96-70-96-25, такой не было. Удивительно. На пробежке встретила знакомого мужчину, давно не виделись, он не удержался, провел рукой по моей ноге и с восхищением. Да, тебе 30 лет и целлюлита у тебя нет, а мне 55. Благодарю, дорогая моя Леночка, солнечных улыбок в твоей жизни, жизни твоих близких и родных. Боже мой, как я это люблю, друзья. Я это действительно очень люблю. Поэтому, друзья, все в ваших руках, старайтесь, смотрите, в 20 лет легко быть красоткой, вот прям легко быть красоткой. Вы для этого ничего не делаете. Но в 50, в 40, в 50 и дальше, если вы остаетесь красивым человеком, это ваша жизненная позиция. Я всегда занимаю, стараюсь занимать активную жизненную позицию, не во всех сферах, у меня получается, в тех сферах, в которых я точно уверена и точно понимаю. И одна из этих сфер это здоровье. Вторая сфера, ваши личные финансы и третья сфера это ваше счастье. Если вы будете брать ответственность на себя в этих трех сферах, там, где безоговорочно мы можем поменять все, то вы будете счастливым человеком. Счастливым. По всем фронтам. Вот. Так вышло, что у меня можно спрашивать, как добыть это счастье в плане здоровья, как взять эту ответственность на себя и в какую сторону потянуть это одеяло на себя в плане здоровья. И помощник, очень хороший, качественный помощник, это книга, которая называется «Старости нет». Напоминаю, друзья, вы можете воспользоваться, вы можете начать читать книгу «Старости нет», как это происходит. Вы покупаете книгу, пока там только русский вариант, но вот скоро-скоро еще украинский добавится вариант. И вы попадаете в чат поддержки там, где все читатели книги, где я отвечаю на вопросы. Стараюсь каждый день, иногда через день отвечаю на ваши вопросы. Окей. А вы в этот чат отдаете мне ваши цели, прямо в начале книги, целеполагания, потому что сложно без целей, бесцельно, куда мы идем. То есть вы прописываете свои цели, и раз в неделю я у вас прошу ваши замеры. Если у вас недостаток веса, и вы ко мне придете для наращивания мышечной массы, я тоже расскажу, что делать. Вы будете пользоваться анализатором структуры тела и по нему отслеживать свою мышечную массу. То есть ко мне приходят все, у кого большой вес, у кого маленький вес, у кого нет проблем по здоровью и не хочет, у кого есть проблемы по здоровью и хочет убрать. Вот все, все, все. Вот. И мы с вами работаем. Кроме того, вы 100 дней от меня получаете корреспонденцию. В чат-бот вам приходят первый день, каждый день от меня сообщения. Оно мне нужно для того, чтобы опять вернуть внимание к вашему здоровью ко мне, к книге. Книга в шапке профиля, друзья. Там вы можете начать ее читать. Вот. Второй месяц сопровождения через день и вы получаете от меня корреспонденцию. Третий месяц через два на третий. И таким образом вы получите 55 55 писем сопровождения в чат-бот там же, где лежит книга. и можете задавать вопросы неограниченное количество, на которые я отвечаю. Окей? Вот такая вот у нас история. Кто понимает, что прочел книгу и вы каким-то образом себя уже позиционируете, может быть, работаете со здоровьем других людей, и для вас книга была бы инструментом, например, вы массажист или косметолог, и вы не можете все это дело пересказать, пока вы ведете свою процедуру, потому что вы настроены на ручную работу с клиентом, пациентом. Но вы можете сказать, слушай, я сейчас тебе дам ссылку, ты купишь эту книгу, прочитаешь эту книгу, вот, и можешь задавать вопросы по этой книге. Тебе абсолютно необходимо для того, чтобы построить структуру костную, мышечную, чтобы когда ты ко мне приходил, я только функцию налаживал тебе, а структуру я тебе не переделаю, структуру ты через рот должен сам себе сделать. Вот, если вы хотите таким образом работать, то под этим видео есть ссылочка на телеграм-канал, кто меня слушает через инстаграм, просто напишите, хочу, хочу, напишите просто, хочу продавать книгу старости, нет, ну, прямым текстом, да, а тут телеграм-канал богатый нутрицолог, вот сюда нажимаете, вот, и мы вам расскажем нашу задумку, как вы можете с нами сотрудничать, получая 50% от продажи книги, окей, вот, и, ясное дело, поддержку. Вот, это то, что я вам сегодня хотела рассказать. Ох, сейчас, сейчас, вернусь к вам. Забыла, как вернуться, секундочку. Я. Вот, и давайте я немножко отвечу на ваши вопросы, есть еще немножко времени перед тем, как я перейду к своим богатым нутрицологам, у меня сегодня встреча с богатыми нутрицологами моими. Так, хорошо, хорошо. Лена слышала, что кофе на голодный желудок пить нельзя, а что делать, если с утра кушать не хочется, а хочется кофе попить? А если кофе пить в правильной, с правильной выпечкой, то это не на голодный желудок? Антонина, я отвечу на ваш вопрос, если вы напишите ваше вес ростовое соотношение. Вот, друзья, я пью кофе на голодный желудок, но, видимо, у меня желудок просто хорошо работает и способен переваривать даже ржавые гвозди. И для меня нормально пить кофе с утра натощак. Вот, но если вы как-то переживаете на эту тему, потому что там где-то гастритики, где-то гастродоники, то есть, ну, не очень здоровый желудочно-кишечный тракт, то почему с выпечкой? Почему с выпечкой? Возьмите, сделайте себе кофеек и нарежьте сырную нарезку. Допустим, пусть там кусочек камамбера или любого другого сыра, который вы любите. И это уже будет не натощак. Но задача с утра, если у вас есть хотя бы лишний сантиметрик на талии, где-то целлюлитик, где-то, ну, лишний вес, не использовать углеводы в утренний приём пищи, не качайте свои углеводные качели, потому что накушаетесь выпечки с утра и целый день будете бегать и искать, чтоб ещё подъесть. Понимаете? Так, хорошо. Спасибо. Татьяна Файман поздравляет, точно, пятилетка книги, прям прекрасно. Лена, здравствуйте. Можно ребёнку 7 лет для профилактики уже после болезни давать колоструму подарка? Нужно. Нужно, потому что подарка разберётся с бактериями, с остатками вирусов, с грибами, потому что очень многие, извините, надо выпить воды. Очень многие люди получают антибиотики во время болезни, соответственно, сподвигают грибковую микрофлору к росту, поэтому подарка и в этом случае будет хороша. А колострум, да, для деток абсолютно замечательно, потому что это готовый антитела. Елена, как вы относитесь к сахзамам? Ой, в книге есть целая статья по поводу, ну, целая глава по поводу сахзамов. Понимаю, что стевия самый лучший, но так как у меня небольшая проблемка с дёснами, узнала, что сахзам, ксилит, лечит дёсна. Что вы думаете именно о ксилите? Ну, ксилит, это безопасно, это не вредно. Все жвачки, которые мы используем для освежения дыхания, они содержат ксилит. Просто если жвачку не жевать, там, три часа, вот, а пожевали, изменили PH, изменили вкус во рту, изменили запах и выплюнули, то и неплохо. Вот, в этом плане. А что вы имеете в виду, куда этот ксилит добавлять, использовать в пищу? Даже не знаю. Смотрите, друзья, я вообще не против сахара, чтобы вы меня чётко понимали. Когда я пью кофе, мой кофе всегда с сахаром, чтобы вы меня чётко понимали. Я не объявила войну сахару вообще. Просто в этом всё дело в дозе. Вот я использую кофе. Туда добавляется три с половиной, четыре, ну, между три и четыре грамма сахара. Такое количество сахара никогда не качнут мои углеводные качели, потому что не способна эта дозировка вызвать синтез инсулина. Не способна. У меня кофе это отдельный приём как бы пищи, да, вот отдельно. Ну, не могу я кофе пить без сахара. Я могу кофе пить без сахара, если туда сливки добавлены. Вот тогда, пожалуйста, да, прекрасно. Ну, в худшем случае молоко. Вот, а так нет. Ну, понимаете, то есть некоторые воспринимают зож как ненормальные совершенно. Вот смотришь на человека, вот, а он зож-зож до корней волос, и в бар с ним не сходишь, и ну, как бы, ну, классно, конечно, но скучно. Прям скучно. Вот я к таким зожникам вообще не отношусь. Я просто в системе делаю то, что организму нравится. Как я понимаю, что ему нравится. Он мне это объясняет уровнем энергии, тургером кожи, красотой волос, состоянием ногтей, изображением в зеркале, вот этим. Если я иногда там что-нибудь себе положу, какой-нибудь сахар в кофе, ну, и ничего, ровным счетом, ничего. Я не пользуюсь сахарозаменителями. Стеевиом пользуюсь, ну, просто я не пью чай. Я пью маленький кофе такой, маленький, почти ристретто, чтобы взбодриться. Вот, ну, эспрессо, да. А чай не пью, потому что это для меня много, 300 мл обезвоживающего, закисляющего напитка. Ну, у меня такое представление. Вы можете пить чай, но когда пьете чай, тогда стейви добавляйте, а не сахар. Потому что, ну, чай, чтобы он был более-менее, там, прикольный, сладенький, ну, наверное, 3-4 грамм сахара, может быть, мало. Вот. Можете использовать сахарозаменители, просто многие, знаете, вот, допустим, привыкли вы к выпечке. И раньше вы делали выпечку на маргарине и с сахаром, да. А теперь вы прям умный человек, вы делаете на сливочном масле, вместо обычной муки даете миндальную муку, классно, вот, а вместо сахара даете сахзам. Но это та же самая выпечка. У вас что, поменяются пищевые приоритеты? Вы как любили выпечку, так и любите выпечку. Ничего не поменялось, ровным счетом. Я топлю за то, чтобы потихонечку, вот, вы перестали осознавать или думать, что, например, круассан – это еда. Вот для меня это не еда. И пока вы читаете книгу, я прям вас зазомбирую на эту тему, ну, приучу, расскажу, покажу. Это может, это не еда, друзья. Круассан – это еда бедного человека. Пицца – это еда бедного человека. Хлеб – это еда бедного человека, когда жрать больше нечего. Мы живем в другом мире. Мы можем использовать маленькое количество еды, совершенно маленькое, и быть абсолютно свободны от вообще желания есть, но это маленькое количество еды может содержать все необходимое на сегодня и не давать телу портиться. Маленькое количество еды не портит и не изнашивает желудочно-кишечный тракт. Если вы используете выпечку, это не маленькое количество еды. Как мы переходим на маленькое количество еды? Мы выходим из инсулино-резистентности, снижается уровень инсулина, потихонечку вы сначала используете три приема пищи, возможно, перекусы, но по мере прочтения книги у вас углеводный обмен начинает быть более здоровым, и вы переходите на три приема пищи. По мере того, как ваш углеводный обмен еще более здоровым становится, вы переходите на двухкратное питание, такое, какое имеют все самые успешные люди, населяющие когда-либо нашу планету. Они не тратили большое количество на жрачку, друзья, но переход на двухкратное питание, содержащее суточную норму белка, все витамины, все минералы, должен попросить сам организм. это такая идея, которая заложена в книгу, она, может быть, там даже не проговорена, но в конечном итоге книга это дает. Понимаете? Поэтому ксилит используйте, конечно, сахарозаменители используйте, только не аспартам. аспартам. Так. Здравствуйте, Лена, при прохождении программы ЖКТ читала, что хлеб запрещен, запрет на все три месяца или только 14 дней. Запрет на тот момент, пока вы будете на первой, второй и на третьем этапе, потому что задача дать низкоуглеводное питание. Лариса, если вы маловесная, то вы хлеб оставляете в рационе, иначе загремите костями, если вы маловесная. Просто берите цельнозерновой хлеб. Хорошо? Давайте водички выпьем. Подскажите, пожалуйста, можно ли, не вредно ли применять пиколинат хрома на грудном скармливании? Немного лишнего веса есть, много не ем углеводов, спасибо. Да, вы можете использовать на грудном скармливании пиколинат хрома, но я больше люблю аминокислотный хилат, хромопроизводство НСП, 300 микрограмм в сутки, плюс низкоуглеводное питание, да, плюс низкоуглеводное питание, без него вы не отучитесь, не отучитесь, есть углеводы, не остановите углеводные качели. Алкоголь позволяю себе, я нормальный человек, друзья, я не зож, 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 заходишь в гости к женщине, которая зож, 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 она открывает холодильник, чтобы что-то достать, а вы понимаете, что там только пучок укропа лежит, всё, больше ничего, вот такой зож нет, это не для нас, друзья, вот тот зож, что описан в книге, это зож нормальной женщине, у которой, у которой там парочку детей, муж, который любит покушать, ну и она не дура поесть, вот просто её задача сделать всё необходимое для того, чтобы она вкусно питаясь, получая удовольствие от еды и иногда от прекрасного бокала сухого, белого или красного вина, сохраняла себя в идеальной форме, нравилась мужу, имела все прелести этой жизни, вот, и её муж не портился, и дети росли в ситуации без пищевых дефицитов, потому что это же ужасно, дети едят много, но они в постоянных дефицитах, просто в постоянных дефицитах, много, но не то, что называется, я очень хочу похудеть, но я очень сильно хочу сладости, шоколадки, газировки, тортики, прекрасно, я вот именно для вас книжечку написала, вы, что вы делаете, вы покупаете книгу, начинаете читать, начинаете читать письма сопровождения, вы в чате, где я сопровождаю, и вот потихоньку, потихоньку читая книгу, меняется ваше понимание, сознание и так далее, то есть смотрите, люди отказываются от травмирующих продуктов не потому, что сила воли, а потому, что против лома нет приема, против логики приема тоже нет, ни один нормальный здравомыслящий человек себя не будет убивать, не будет сидеть и душить себя, это нереально. Вот мы просто это делаем с помощью питания, вы просто не осознаете, что вы делаете. Когда вы будете осознавать, что вы делаете с помощью питания, вы уже поймете, что шоколадки, не все шоколадки, вот только это, ну, газировки, ну, нет, ну, почему газировки, почему я не могу сделать себе элитный, красивый, классный напиток, Но тортики, ну почему каждый день? Почему каждый день? Нет, нет, не каждый день. Я выберу денек, когда мы с девочками пойдем, и каждая по 80 грамм съест. Да, и вы себя не узнаете уже через 3 месяца. Вы себя не узнаете. А потом пищевые сосочки эти вкусовые перестроятся, и вам будет невкусно то, что раньше было вкусно. Да, книга только в электронном виде, потому что сопровождение, потому что чат поддержки, потому что я не хотела написать ее в бумажном варианте и выложить бездушно куда-нибудь в магазины. Я хотела, чтобы быть рядом, чтобы вы имели со мной обратную связь. Вот такая книга. Монолаурин при паразитарной программе. Я не знаю, что такое монолаурин. Если вы знаете, что я знаю все БАДы или лекарственные препараты, то вы хорошо обо мне думаете. Как же насчет овсяного блина на завтрак? А как же насчет вашего веса-растового соотношения? Напишите ваше веса-растовое соотношение, скажу, как же насчет овсяного блина на завтрак. Здравствуйте, я с вами недавно. Скажите, как вы относитесь к употреблению молочки? Я очень хорошо отношусь к употреблению молочки. Просто некоторые люди имеют аллергию на молочный белок, но это только некоторые. Вот им нельзя молочку. Просто некоторые люди имеют ухудшающуюся способность переваривать молочный сахар. Вот им нельзя молочку. При этом они могут использовать молочные продукты, кисломолочные продукты, где полезные бактерии уже сожрали весь молочный сахар. Вот это им можно. Понимаете? И переедать молочку нельзя. То есть это как бы вот дополнение... Нет, это не дополнение вообще-то к питанию. Это базовый продукт питания. Молоко, кисломолочные продукты. Вот потому что кальций оттуда берём, белок качественный оттуда берём. И оттуда мы берём помощь нормальной кишечной микрофлоры из кисломолочных продуктов. Вот поэтому я отлично отношусь к молочке. И прям в книге написано моё отношение к молочке. Вот. То, что некоторые люди не могут её использовать, это не значит, что все должны от неё отказаться. Вы научитесь понимать, надо вам она или нет. Так. Вот я ищу. Как понять, что кофе... Опять кофе натощак? Что нельзя кофе натощак? Если вы выпили кофе натощак, и у вас крутит и болит желудок, то сначала покушаете, а потом выпейте кофе. Как позбудусь и запору? У меня есть конспекта здоровья. Запросите конспект здоровья номер 16 в Директ. И почитайте его. Хорошо? Потому что вот на такие... Развернуто на такие вопросы я отвечаю по здоровью. По средам, друзья. Подпишитесь сейчас на все каналы, которые вы видите, чтобы не потерять меня. И в среду, в ближайшую, я выйду в другом инстаграме, ей нижнее подчёркивание, Бахтина. И в этом же ютубе я выйду для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Отвечу на ваши вопросы в прямом эфире. У меня будет 10 заготовленных вопросов, а все остальные будут ваши из прямого эфира. Окей? Вот. Отлично. Отлично. Хорошо, друзья. Ну и ещё раз. Поздравьте меня с пятилетием книги. И я вас тоже поздравляю с тем, что у нас теперь такой есть замечательный механизм. Прочитал книгу, похудел. Причём не от слова худо, а постройнел. Построил кости, построил мышцы, построил коллаген, вышел из инсулина резистентности, нормализовал сахар, снизил артериальное давление до нормы, восстановил желания, вот, краски жизни, и всё вкусно. И главное, что это не голодовка, и даже хочется заниматься спортом. Вот у нас с вами есть теперь такой механизм. Спасибо. Это вы меня вдохновляли, вдохновляете и будете вдохновлять, потому что я очень хочу жить в обществе, где все люди красивы. Потому что сначала теряется красота, эстетика, а потом здоровье. Вот поэтому очень-очень хочется, чтобы люди не доходили до потери здоровья и реагировали на потерю эстетики. Как только начинаешь терять эстетику, сразу включайся. Не жди сахарного диабета. Всех люблю, всех целую. Присоединяйтесь к чтению книги. И пока-пока до ближайшей среды. Было приятно с вами.